на компе вроде как все началось запись пошла сейчас я попробую сейчас секунд писать в окно я тут тоже так сейчас секундочку извините друзья сейчас разберемся куда нажимать чтобы на весь экран что-то не получается слайд-шоу вроде бы все получилось да да друзья все остальные пожалуйста отключите свои камеры камеру еще можно оставить главное звук потому что забываете начинаете что-то говорить и у людей в итоге ну и сбивается спикер все ольга вам слово спасибо отлично давайте будем начинать меня зовут ольга александровна шишкина я врач терапевт и по образованию и по профессии и сегодня мы будем говорить об остеоартрозе о первичной и вторичной профилактике то есть о том как отсрочить развитие остеоартроза и как уменьшить количество обострений если этот диагноз уже стоит если он уже есть тема на самом деле очень актуальная я понимаю что те люди у которых уже валят суставы для них это максимально актуально тем не менее хочу привести результаты масштабного российского эпидемиологического исследования которые подтверждают что остеоартроз коленных и тазобедренных суставов такие самые частые локализации является у 13 процентов взрослого населения то есть фактически в россии количество людей с этим диагнозом может достигать 16 миллионов человек ну а если смотреть в целом по миру то тоже было глобальное исследование бремени болезни в 2019 году и по данным этого исследования остеоартроз является у 7 процентов населения земного шара то есть составляет больше 500 миллионов человек вот и в общем то учитывая что у нас растет продолжительность жизни в целом по миру и также растет количество людей с избыточной массой тела прогнозируется рост числа людей у которых так или иначе развивается остеоартроз давайте посмотрим следующий слайд и разберемся что же это за заболевание вот сразу бросается в глаза до разница в словах остеоартроз и остеоартрит давайте сразу проясним ситуацию почему так дело в том что понятия остеоартроза и остеоартрита очень тесно связаны рекомендации у нас пишутся по остеоартриту и в то же время кодировка из мкб-10 вы видите вот внизу на слайде как раз ведет нас в остеоартроз это происходит потому что остеоартроз это хронический дегенеративный процесс вот то бишь разрушительный да а любой и вот этот вот суффикс это воспаление вот если на воспаление остеоартроза это и есть просто артроз мы говорим об одном и том же заболевание об одном и том же состоянии и эти слова у нас будут употребляться и сегодня и в принципе в общем то как практически одно и то же да только в состоянии обострения или в состоянии ремиссии в то же время сразу оговорюсь что артритов на самом деле очень много разных диагнозы по интернету да мы не ставим поэтому если так сложилось что у вас есть жалобы на хотя бы один сустав какие-либо это могут быть и боли и хруст и скованность нытье в суставах неважно да какие то дискомфортные ощущения если они есть и вы еще ни разу не обращались с ними в поликлинику к врачу вот медицинский центр то я рекомендую это сделать потому что важно пройти до обследования провести диагностику и соответственно уже определиться с каким процессом мы имеем дело потому что есть заболевания такие длительно текущие ко кости артроз а есть такие заболевания как например и фонтоидный артрит да который за три года может сделать человека инвалидом вот поэтому самолечением не занимаемся надо выяснить что у вас действительно суставом происходит вот наша задача сегодня не такая вот наша задача сегодня разобраться с первичной вторичной профилактикой вот поэтому давайте посмотрим на определение да вы видите что остеартрит соответственно остеартроз это целая группа различных заболеваний в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава то есть это и хрящ это и кость это синавиальная оболочка это связка капсул это даже околосуставные мышцы вот то есть вот этот момент он очень важно обратить внимание на очень большой объем поражения естественно все это происходит не сразу это происходит постепенно объем поражения нарастает вот особенно если вы ничего для этого не делаете да точнее чтобы этого не происходило вот поэтому вот этот момент он ключевой и также хочу обратить внимание на вторую часть определения вы видите здесь цветом выделено что остеартрит он характеризуется в том числе деградации внеклеточного матрикса я дальше поясню в процессе презентации моего рассказа что это значит но это очень важный момент который тоже надо учитывать и при этом первоначально изменение происходит на молекулярном уровне и только потом уже происходят какие-то физиологические изменения анатомические изменения которые уже приводят непосредственно к развитию заболевания давайте следующий слайд посмотрим вот как это выглядит схематично да на картинке вы видите с одной стороны здоровый сустав с другой стороны это уже изменения при остеоартрозе сужается у нас суставная щель вырастают остеофит это костные наросты происходит изменение в кости это и остеосклероз и деформация тех частей кости которые образуют сустав вот головки костей в общем-то картина как видите не очень радостная и ввиду того что многие люди с остеоартрозом наблюдаются у нас в обычных поликлиниках по месту жительства да и время приема одного пациента там у нас ограничено в среднем 12 минутами многие из пациентов действительно серьезно думают что сустав у нас лечится только уколами чаще всего обезболивающими вот ну соответственно обезболивающими таблетками кто-то начинал принимать хондропротекторы долго это не не происходило до быстрого эффекта не получили бросили вот и в итоге люди так и ходят со своими больными суставами продолжают ставить и полы пить обезболивающие таблетки но на самом деле на самом деле если ваша задача получить именно долгосрочный результат чтобы болела меньше чтобы болела реже чтобы условно да не болела почти совсем никогда если вы планируете следующим летом активно работать там в огороде например да условно то заниматься этим вопросом пора уже сейчас сейчас самое время поэтому эту тему я сегодня в общем то и решила с вами обсудить по сути лечение остео артроза и вторичная профилактика это комплексная задача вот которая требует регулярных действий усилий с вашей стороны вот и результат зависит от того как долго и насколько полно следовать всем рекомендациям давайте следующий слайд можно девочки следующий спасибо да в первую очередь мы будем ссылаться с вами на национальные клинические рекомендации по лечению артрита вот поскольку если у вас на данный момент обострение то естественно его нужно снять вот это важная задача лечение конкретное уже назначает непосредственно доктор на месте у которого вы лечитесь но тем не менее хочу сказать что центральное место здесь занимают нестероидные противовоспалительные препараты неважно в какой форме это будет уколы или таблетки вот тем не менее они помогают быстро снять боль и воспаление и в общем то за две недели достоверно улучшают функцию суставов однако естественно есть исследования вот по данным одного обзора который включал более 26 тысяч человек более длительная терапия больше двух недель в общем то не дает положительного результата зато увеличивает частоту нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта со стороны сердечно-сосудистой системы ну и также в реальности мы понимаем с вами что выбор самого препарата нестероидного противовоспалительного у нас затрудняется с увеличением возраста человека который к нам обратился и с ростом числа сопутствующих заболеваний соответственно роста противопоказаний вот поэтому поэтому задача человека с диагнозом остеоартроза это конечно в первую очередь постоянно заниматься своими суставами выполнять все рекомендации и соответственно за счет всех этих усилий уменьшить чистоту и интенсивность вот этих обострений основу основу медикаментозного лечения остеоартрита у нас составляют медленно действующие симптоматические препараты сюда относятся наши хондропротекторы знаменитые глюкозамин и хондроитин в комбинациях также препарат диафлекс не омыляемые соединения авокадо и сои это препарат пиасклидин и инъекционные курсы гликозамин гликан пептидных комплексов два раза в год вот такие препараты как румалон афилтоп наверняка они вам знакомы если вы уже имеете такой диагноз соответственно важное преимущество всех этих препаратов замедленного действия это возможность на фоне их приема в итоге снизить дозу или полностью отказаться от нестероидных противовоспалительных препаратов и соответственно уменьшить частоту нежелательных явлений которые связаны с их применением давайте следующий слайд вот смотрим здесь у нас на слайде я сделала для вас скриншот из рекомендации вот это вот аббревиатура симптоматик слова tendrax for osteoarthritis это как раз симптоматические препараты замедленного действия которых мы говорили должны применяться не менее двух лет для того чтобы остановить процесс дегенерации то есть процесс разрушения сустава это последние данные естественно мы сверяем с инструкции конкретному препарату курс то есть например тот же диафлекс у нас принимается четыре месяца потом еще у него эффект три месяца сохраняется после этого принимать его не надо да инъекционные курсы как я уже сказала ставится два раза в год тут главное не забыть да начать их ставить вот и глюкозамин и хондроитин вот их как раз можно и нужно принимать постоянно вот конечно если у вас сейчас обострение то начинать надо с больших доз и потом уже переходить на поддерживающие если мы посмотрим на ассортимент Siberian Valens то здесь на картинке вы видите глюкозамин и хондроитин из спортивной линейки это очень хороший вариант стартовой дозировки там у нас глюкозамина 1344 миллиграмма хондроитин 364 миллиграмма соответственно вместе это уже почти два грамма базовых хондропротекторов которые рекомендуют наши национальные рекомендации вы пропиваете в этой дозе один-два месяца соответственно глюкозамина хондроитин вот и дальше уменьшаете дозу в два раза если мы берем именно эту баночку то здесь это сделать легко потому что та доза которая рекомендуется это две таблетки вот здесь вы просто переходите на одну либо либо есть вариант с меньшей дозировкой в серии essential vitamins вы видите на картинке да тоже глюкозамин и хондроитин в капсулах немножко другой формат вот и соответственно есть синхровитал для суставов тоже в капсулах здесь помимо непосредственно базовых хондропротекторов дополнительно есть также природные противовоспалительные компоненты и это в общем то все вот возможные ваши варианты для длительного приема соответственно конечно существует схема назначения курсами то есть курсовые приемы например там два месяца по два месяца три раза в год если вам так удобнее принимать хондропротектор в общем то пожалуйста да потому что это в любом случае лучше чем ничего вот однако я все же склоняюсь к постоянному приему пусть это будет небольшая доза но это будет ежедневное поступление хондропротекторов с пищей потому что если у вас уже есть диагноз остеоартроза то в общем то организм всегда нуждается в этой поддержке каждый день полностью его излечить к сожалению нельзя вот если он уже есть поэтому я не вижу смысла ждать нового обострения чтобы вспомнить про хондропротекторы но все-таки это стратегически неверно и поскольку прием хондропротекторов у нас уменьшает чистоту обострения уменьшает необходимость приема нестероидных противовоспалительных препаратов то этим надо пользоваться и соответственно уменьшать риски вот этих нежелательных явлений от приема нестероидных противовоспалительных препаратов да при их длительном и частом приеме зачем вам это надо вот проще принимать хондропротекторы постоянно все будет хорошо Давайте посмотрим следующий слайд. Спасибо. Локальные средства тоже широко используются и в лечении обострений, и в принципе в течение обычной жизни, в период ремиссии периодически используются. Это, конечно, гелии и мази. В первую очередь назначаются гелии и мази с нестероидными противовоспалительными препаратами, как действующими веществами, и назначаются они обычно на две недели. В принципе, эти средства безопасны, потому что они системно не влияют на наш организм. Но, опять же, на постоянной основе их считается нецелесообразно использовать, потому что, опять же, проводились исследования, и, по этим данным, через две недели эффективность таких гелий и мазей, таких как, например, кетонал гель, соответственно, снижается. Поэтому, если уже срок прошел, больше двух недель вы пользуетесь, то постепенно можно переходить, например, на те же бальзамы Живокост, на бальзам Уяннома, на спортивный восстанавливающий гель. Можно также обратить свое внимание. Это локальные средства из ассортимента, опять же, Сибириан Велнес, которые, в общем-то, помогут вам снять остатки воспаления за счет растительных компонентов в составе. Также они дают местное и охлаждающее, и согревающее действие, а это способствует обезболивающему эффекту. И также в их составе есть хондропротекторы, которые ускоряют процесс регенерации соединительной ткани. У нас хрящая ткань является, в общем-то, разновидностью соединительной ткани. Давайте следующий слайд. Еще один важный момент в лечении обострения остеоартрита – это физиотерапия. Сразу скажу, что очень хорошо работает во время обострения. Действительно, я рекомендую обязательно обращаться к физиотерапевту. Это ускоряет процесс возвращения в ремиссию, но, соответственно, непосредственно вид физиотерапии назначает физиотерапевт. А вот лечебная физкультура – это не просто метод, это важная часть жизни человека с остеоартрозом, потому что без физических нагрузок, без движения, обменные процессы в суставах сильно затормаживаются. Вот, соответственно, без движения, вот все предыдущие мероприятия, которые мы с вами обсуждали, и все, что мы будем говорить дальше, оно не будет достаточно эффективно, потому что все нужные вещества просто не будут доходить толком до пункта назначения. Прошу прощения. Кто-то из моих коллег как-то удачно выразился, сравнил сустав с губкой. То есть, когда вы ее сжимаете, разжимаете, вода туда-сюда ходит, может быть какой-то мыльный раствор пенится, и, в общем-то, дело идет, посуда моется или еще что-то. Соответственно, если вы губку положили, то все, процесс остановился, ничего не происходит. То же самое в суставе. Нет движения, нет жизни. Условно говоря, нет нужной скорости обменных процессов в суставе. То есть, сустав хорошо себя чувствует тогда, когда им пользуются. Если вы перестанете двигаться, ваши суставы решат, что они вам не нужны. Поэтому для того, чтобы суставы были здоровы, лечебная физкультура должна быть в жизни человека постоянно. Соответственно, общие рекомендации на слайде вы видите по лечебной физкультуре. Прекрасно, если это будут комплексы упражнений на все суставы. Также полезно делать по несколько подходов за день. Пусть это будут какие-то короткие промежутки, 10-15 минут, но это будет несколько раз в течение дня. Это будет рекомендация именно для тех, у кого уже стоит диагноз остеоартроза, у кого уже начались разрушительные вот эти процессы. И, соответственно, очень важно это делать для того, чтобы уменьшить симптомы, сохранить функциональную активность суставов. Также к достоверному уменьшению боли приводит использование упражнений для укрепления силы четырёхглавой мышцы бедра. Особенно это важно при поражении коленных суставов, естественно. В принципе, комплексы для лечебной физкультуры можно найти в интернете, можно проконсультироваться с тренерами по лечебной физкультуре. Главное делать всё это регулярно и постоянно. В общем-то, универсальные варианты нагрузок – это плавание и ходьба. Если по каким-то причинам активность ваша ограничена, там может быть какие-то серьёзные сердечно-сосудистые заболевания, то мы, естественно, ориентируемся на все особенности вашего организма. В принципе, есть даже специальные велотренажёры для рук и ног. Они насольные, компактные, некоторые даже складывающиеся. У меня у самой есть опыт. Я такой покупала своей бабушке. Она очень довольна, несколько раз меня благодарила. То есть здесь фактически нет большой нагрузки на сердечно-сосудистую систему, но зато есть развитие подвижности суставов. Это, в общем-то, такой тренажёр, специально созданный для реабилитации. Этим тоже можно пользоваться при определённых обстоятельствах. Ещё очень важный момент. Очень важно аккуратно выполнять все упражнения. То есть мы делаем это без резких движений и обязательно не через боль. То есть всё в пределах ваших возможностей. Соответственно, сустав постепенно будет разрабатываться, будет объём движений больше, но не через боль. Это очень важный момент. Давайте посмотрим следующий слайд. Снижение веса. Это действительно важный момент для тех, у кого есть избыточная масса тела. Вот здесь я на слайде специально для вас разместила формулу индекс массы тела. Как его посчитать? Это ваш вес в килограммах, который вы делите на квадрат роста в метрах. Вот, соответственно, если индекс массы тела больше 25, это избыточная масса тела. Если больше 30, то это уже классифицируется как ожирение. И, в общем-то, во всех этих случаях необходимо принимать меры по коррекции рациона. Ну и, естественно, добавляем физические нагрузки. Вот лечебная физкультура. Ее мы уже с вами обсудили. Что касается непосредственно снижения веса, то в последних мета-анализах было показано, что в сочетании с лечебной физкультурой действительно уменьшаются боли, улучшается функциональность состояния суставов, позитивно также влияет на структурные изменения в хряще и на маркеры обмена в хрящах и в кости. И, соответственно, недавние результаты еще одного крупномасштабного исследования продемонстрировали, что потеря веса всего на 1% уменьшает риски тотального эндопротезирования суставов, коленного сустава именно на 2%. Я думаю, что это вообще-то круто, потому что на 1% снизить массу тела – это не так уж и трудно. Но, конечно, важный принцип снижения веса – это постепенность, потому что быстро сброшенные килограммы часто к нам обратно возвращаются. Это не та задача, которую мы преследуем, не тот результат. Наша задача – перестроить привычки питания на очень долгий срок. То есть понятно, что если до сегодняшнего дня ваша, например, любимая еда условная – это жареная картошка, пироги, чай с конфеткой, то завтра средиземноморская диета не начнется. Это тяжело, это практически невыполнимо, я считаю. В принципе, есть такая статистика, что на введение одной новой привычки нам нужен 21 день. И поскольку все происходит постепенно, то вы постепенно вводите каждый раз новую привычку, ну вот закрепляете ее, потом еще что-то меняете в своем рационе, например, сегодня отказываетесь от сладкого, через 21 день отказываетесь от какого-то еще одного, может быть, вредного продукта, заменяйте его чем-то другим. И на слайде вы видите возможность снижения веса. Это, конечно, не все варианты. Я думаю, что на слайде все не уместилось. И программу при необходимости, если у вас есть избыточная масса тела, вам составит ваш консультант под вас индивидуально. Просто я хочу, чтобы в данном случае вы увидели, что есть физиологичные здоровые помощники. То есть это не какие-то страшные способы, которые просто неприемлемы. Да, там какие-то таблетки с паразитами, да, не дай бог. Ну, то есть здесь чисто то, что действительно поможет вам скорректировать рацион, изменить привычки питания, нормализовать углеводный жировой обмен. И это только в плюс вашему организму. Вот, в общем-то, я думаю, что у вас все точно получится. Ну, следующий слайд давайте посмотрим. Ортопедическая обувь, да и не только обувь. Это очень важно, когда речь идет о коленных суставах. Вот здесь на слайде вы видите, что такое варусная и вальгусная деформация. Я думаю, в принципе, многие слышали и действительно многие сталкиваются с этим. У многих эта проблема есть в разной степени. И, соответственно, вы понимаете, что ось сустава меняется. Даже по картинке это видно. Соответственно, нарушается биомеханика сустава. И в данном случае использование супинаторов или даже специальных ортопедических стелек, коленных ортезов помогает скорректировать биомеханику и, соответственно, уменьшает болевые ощущения. Если мы говорим о коленных суставах, да, в данном случае. Ну, выбрать правильный супинатор, правильную стельку или коленный ортез. Вам, конечно, поможет специалист-ортопед на месте, допустим, в ортопедическом салоне, да. И на поздних стадиях гонартрозы и фоксартроза также вам могут порекомендовать трость для разгрузки сустава. Это тоже очень важно. Это способствует уменьшению боли и снятию воспаления. Ну, следующий слайд. Коллаген и метилсульфанилметан, органическая сера. Эти прекрасные добавки пока что не входят в клинические рекомендации, но на последнем обучении нам говорили, что вот сейчас идут уже дополнительные исследования по этим компонентам, потому что не так-то просто, да, войти в рекомендации. Маленькие исследования не всегда годятся, не всегда годятся даже крупные, если не были соблюдены определенные условия, поэтому вот сейчас идут те исследования, которые нужны, чтобы включить эти компоненты в рекомендации. Вот, в общем-то, это логично. Ну, вот здесь я хочу мысленно вернуться, да, в начало нашей с вами беседы. Я говорила, что остеоартрит характеризуется деградацией вне клеточного матрица всех тканей сустава, а вот коллаген – это как раз основной компонент этого матрица. Вот, соответственно, если он разрушается, понятно, что он нужен, да, на нем все держится, и мы сами увидим эффект от комбинированного подхода, когда к комбинации глюкозамина и хабритина мы добавляем коллаген и органическую серу. Немножко отвлекусь на коллаген в целом. Он составляет, в общем-то, треть от общего количества белка в нашем организме. То есть его, на самом деле, очень много. Основная его роль – это поддержание здоровья соединительной ткани. Вот, и также это механические свойства кожи. Это наша с вами красота. Вот, и поскольку мы уже выяснили, что он является основным компонентом вне клеточного матрица в суставах, потому что хрящевая ткань – это разновидность соединительной ткани, вот, то он жизненно важен для прочности и регенерации суставов. Также он составляет до 80% сухой массы сухожилий, вот, и при этом вот эти вот коллагеновые связи, поперечные, они помогают структуре сухожилия выдерживать сопротивление сильным ударным нагрузкам. То есть это актуально для тех, кто либо занимается тяжелым физическим трудом, либо каким-то тяжелым спортом. Когда есть большая нагрузка на суставы, даже тот же бег на длинные дистанции уже сюда относится. Добавки коллагеновых пептидов и органической серы в сочетании с физическими упражнениями, опять же, да, физические упражнения, они никуда от нас не деваются, они нужны и важны. Все это полезно как для первичной, так и для вторичной профилактики. Соответственно, это связано со стимулирующим воздействием коллагена и серы, а также физических упражнений на вот этот вне-клеточный матрикс. Соответственно, улучшается и структура, и несущая способность этих тканей. Что касается результатов имеющихся исследований, то они сказали, что коллаген действительно полезен для улучшения функциональности суставов и для уменьшения боли. А метилсульфаниуметан помогает, в общем-то, стимулировать синтез собственного коллагена, ускоряя восстановительные процессы. Ну, в общем-то, таким образом мы понимаем, что их можно использовать в качестве безопасной терапевтической добавки, помогающей контролировать симптомы, связанные с остеоартридом и, кстати, с остеопорозом. Хоть это не в тему сегодня, но пусть будет. Также бонусом вы здесь, как я и говорила, получаете и волосы, и ногти, и уменьшение глубины морщин, повышение эластичности кожи. Это, в общем, одни плюсы. В настоящее время источниками коллагеновых пептидов у нас являются гидролизованный коллаген бычьего, свиного происхождения, морского и птичьего. Вот. Сейчас хочу обратить внимание именно на наш рыбный коллаген. Это относительная новинка. Он у нас появился весной. Вот вы видите в голубых упаковках. Вот. Почему я хочу обратить на него внимание? Потому что очень высокая у него степень усвоения, до 90% усвояемости из-за того, что он имеет низкую молекулярную массу 500 дельтон. Если вы будете сравнивать, на самом деле эту информацию не всегда легко найти у многих производителей, но, тем не менее, чаще всего в продаже нас встречается коллаген с молекулярной массой 2000 дельтон, то есть в 4 раза больше. Вот. Поэтому я рекомендую коллаген к приему в профилактической дозировке, если мы говорим о первичной профилактике, когда у нас еще нет остеопороза, в дозировке 5 грамм в сутки, если у вас есть факторы риска, да, на срок не менее 3 месяцев, курсами 2-3 раза в год, ну, вообще-то лучше на постоянной основе. Вот. И если мы говорим о том, что уже диагноз остеоартроза стоит, то это дозировка 10 грамм в сутки, все остальные рекомендации по приему, в общем-то, те же самые. И если для вторичной профилактики, то есть для людей, у которых уже есть остеоартрозы, мы говорим об уменьшении числа, обострении их интенсивности, если здесь я все-таки рекомендую именно рыбный из-за его усвояемости высокой, то в качестве первичной профилактики, когда только факторы риска у нас есть, да, и мы просто делаем все, чтобы остеоартроз у нас не развился, вот, то будет также хорош и говяжий коллаген Peptinex, который у нас есть в напитке для красоты Young & Beauty есть, вот на этом слайде тоже вы видите, вот, высочайшей степени очистки сырье, и также есть коллаген в напитке в новом Персик Опунция. Вот здесь, как вы видите, результат будет комбо, да, здесь и красота, и суставы, то есть молодость не только снаружи, но и внутри, есть у меня один знакомый тренер, который говорит, в общем-то, я согласна, что подвижность суставов – это очень важный показатель молодости нашего организма. Метилсульфанилметан, вот эта вот баночка, справа на слайде вы видите МСМ, он, так как является, уже я говорила, отличным стимулятором, да, восстановительных процессов в суставах и свесках, он особенно хорошо проявляет себя при болях, то есть при обострении. Вот, и на эти случаи у нас есть очень хорошая дозировка. В трёх капсулах комплекса метилсульфанилметан содержится 1650 мг органической серы, минимальный курс 1 месяц, вот, но если боли нет, но есть факторы риска, мы понимаем, что дополнительный стимул для синтеза собственного коллагена для стимуляции всех восстановительных процессов, если это надо, то 1-2 капсулы в сутки – это, в принципе, уже достаточная дозировка в курсе от 1 до 3 месяцев. Вместе, естественно, с коллагеном, глюкозамином и химогритином это будет только в плюс. Так, что ещё хочу сказать? Ну, если мы говорим о максимально комплексном подходе, да, то здесь можно вспомнить и опыт профессионалов-травников. Вот внизу вы видите фито-чай, лёгкость движений. В общем-то, это такое ненавязчивое дополнение и к вашему рациону, и к образу жизни. Но вот и в то же время он поможет нормализовать водно-солевой обмен в суставах и вывести накопленные токсины из организма. То есть легко, просто и в то же время не рекомендую этим пренебрегать. И также базовую детоксикацию может обеспечивать суставной фитосорбент. В его составе есть и природный противовоспалительный компонент, это коробелы и ивы. И преимущество растительных компонентов питания, значительное преимущество – это отсутствие негативных эффектов на организм. Поэтому я рекомендую пользоваться этим в составе комплексной программы. В общем-то, обязательно. Вот. Что могу сказать? Все эти рекомендации, по большому счёту, могут быть и первичной профилактической мерой, то есть когда ещё заболеваний нет, но есть факторы риска. То есть если вам больше 35-40 лет, если вы мало двигаетесь или ваши нагрузки, наоборот, чрезмерные, да, это тоже вредно бывает для суставов, вот, если вы имеете лишний вес, если у вас есть ортопедические нарушения, то даже без диагноза в целях защиты от остеоартроза вы можете уже начинать менять свой образ жизни, использовать ортопедические приспособления и, конечно же, корректировать питание. Ведь если вы помните, да, опять же, вернусь к определению, в определении остеоартроза мы видели, что всё начинается с молекулярных нарушений, которые мы с вами даже не чувствуем и не замечаем. Вот. Ну, а с теми, кто уже страдает остеоартрозом, я думаю, мы выяснили, что это не просто заболевание, это действительно образ жизни, и с этим диагнозом можно не только страдать, но можно и хорошо и качественно жить много лет, если соблюдать все рекомендации, регулярно, ежедневно двигаться, не переохлаждаться, следить за питанием, за весом и не забывать про поддерживающие препараты и нутритивную поддержку. Давайте следующий слайд посмотрим. В общем-то информации получилось достаточно много. Предлагаю подвести итоги. И для вашего удобства я собрала все вот эти рекомендации в программы нутритивной поддержки на разных этапах в жизни, которые вы можете использовать, исходя из ваших особенностей и потребностей. Следующий слайд. Вот это, в общем-то, так кратко, программы для первичной профилактики возрастных изменений. Вот, соответственно, напомню, да, 35-40 плюс заболеваний еще нет. Это, в общем-то, то, что вас поддержит, когда вы будете поддерживать свои суставы. Базовая версия выглядит следующим образом. Это для тех, кто решил больше двигаться, например, ходить и плавать, и вес у него в пределах нормы. Адаптовид. Для чего он нужен? В общем-то, для энергии, самомотивации, потому что не всегда мотивации у нас хватает, да. Бывает так, что, ой, я устал уже на работе, там куча проблем и прочее, и вот начну завтра, да. Вот чтобы начну завтра превратилась в начну сейчас, адаптогены я, в общем-то, рекомендую использовать. Соответственно, фиточай легкой из движений обеспечивает правильный водно-солевой обмен суставов, да. Глюкозамин и хондроэтин в минимальной дозировке хондропротектор для поддержки этой серии Essential Vitamins. Очень удобно, я считаю, ее использовать. И также, если вы живете в большом городе с плохой экологией, как я, например, в Челябинске, то можно добавить суставной фитосорбет для базовой детоксикации. Программа Medium. Для тех, кто выбрал более серьезные нагрузки, это может быть бег, какие-то спортивные программы с использованием утяжелителей, или это может быть туризм, да, когда вы путешествуете по пересеченной местности, например, поднимаетесь в горы, ходите в какие-то походы, да, и при этом, если вы хотите снизить вес. Здесь, опять же, адаптовит для энергии, и для самомотивации. Для снижения массы тела помощники – это хромлипаза и напитки Weight Control, это клетчатка. Соответственно, они помогут отказаться от сладкого, потому что уменьшается тяга к сладкому, уменьшаются порции, нормализуется углеводный и жировой обмен. Фито-чай, легкость движений. Сюда же глюкозамин и хондроитин серии Essential Vitamins, то же самое, и здесь мы уже добавляем коллаген. Здесь ваш выбор абсолютно, то есть это могут быть, как я говорила, и бьюти-напитки, может быть коллаген из спортивной серии рыбной, с высокой усвояемостью. Здесь это ваше повышение эластичности и прочности связок, потому что это важно при более серьезных нагрузках. Плюс поддержка, помимо хряща, это кожа, волосы, ногти. Все есть. Ну и опять же, если вы живете в большом городе, то суставно фитосорбен. Программа Максимум в данном случае это, в общем-то, просто выбор более продвинутых комплексов для максимального результата в решении тех же самых задач. То есть адаптовид, ну в принципе оставляем, здесь у нас три адаптогена на выбор, вы уже ориентируетесь индивидуально по ситуации, времени года, тому, что вам нужно. Глюкобокс, комплекс, в котором есть уже хромолепаза, но также помимо этого уже есть и бета-глюканавса и экстракты растений, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Соответственно, нормализуется углеводный обмен, жировой обмен, снижается тяга к сладкому и все это приводит к снижению веса, так или иначе. Комплекс 3D FlexCube. Комплекс очень классный, но не всегда уловимый, поэтому если вдруг его нет, ваши консультанты вам подскажут, из чего его собрать. Здесь сразу есть и хондропротекторы, базовые глюкозамины, хондроэтин, и компоненты, которые улучшают обменные процессы в хрящевой ткани, и компоненты, которые улучшают эластичность и прочность связок, опять же, это масло амаранта, это витамины Е и Д, это омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, коллаген в этой программе, конечно, остается, также либо из спортивной линейки, либо это могут быть бьюти-напитки, на ваш выбор. Все те же самые задачи, это эластичность и прочность связок, это поддержка хряща, и, конечно, наша с вами красота. Ну и детокс-программы вместо базового сорбента можно выбирать более серьезный подход, если это для вас актуально, это также помимо основной задачи по введению токсинов, поможет также при снижении веса на практике. Давайте следующий слайд посмотрим, это у нас будут программы для уже вторичной профилактики возрастных изменений, то есть это когда у нас уже есть диагноз остеоартроза, поэтому вы увидите здесь наборы более солидные, потому что когда уже проблема есть, закрыть на нее глаза мы не можем. Напоминаю, что мы не игнорируем рекомендации врача по приему анистероидных противовоспалительных препаратов в период обострения, не игнорируем курсы медленно действующих базисных препаратов, глюкозамин и хондроитин сначала выбираем в варианте спорт, как я говорила, максимальной дозировки, пьем 1-2 месяца, потом переходим уже на половину поддерживающую дозировку и метилсульфанилметан мы тоже вначале принимаем максимальной дозировки в период обострения, месяц по 3 капсулы в день, потом можно уменьшить дозу до 1-2 капсул в день. Когда снимаем обострение, в общем-то уже можно на постоянной основе переходить на одну из вот этих программ. Базовая версия этой программы для тех, у кого вес в пределах нормы. То есть здесь лечебная физкультура, плавание, ходьба, коррекция образа жизни проводится, снижение массы тела не требуется. В данном случае, опять же, адаптовид как способ получить дополнительную энергию и мотивацию, поможет вам найти в себе силу больше двигаться и жить активной жизнью. Виточая лёгкость движения, оставляем правильный водно-солевой обмен в суставах. Синхровитал суставной, хондропротекторы в базовой фазировке для поддержки суставов при нагрузке и здесь уже дополнение природной противовоспалительной компоненты, которые, конечно, не могут полностью заменить нестероидно-противовоспалительные препараты, поэтому в обострении опьём их. А потом уже лучше всё-таки иметь какие-то природные компоненты в составе для коррекции остаточных воспалительных явлений, чем выбирать простой комплекс сулькозамин и хондротин без противовоспалительных компонентов. Поэтому я выбрала здесь синхровитал. Метилсульфанилметан, как я уже говорила, коллаген обязательно. Коллаген уже здесь в базе. Если у вас уже стоит диагноз остеоартроза, то без коллагена уже даже в базе никуда. И здесь сразу мы видим увеличивается дозировка 10 грамм, если у вас есть диагноз остеоартроза, 10 грамм в сутки это ваша дозировка. Ну и фитосорбент опять же добавляем, если вы живёте в большом городе с плохой экологией. Программа Медиум это уже программа с добавлением комплексов, которые помогут вам снизить вес, если он у вас есть избыточный или даже ожирение. Вот, соответственно, вы здесь видите, что появляется хром липаза опять же и напиток ВОИД-контрол, клетчатка для того, чтобы уменьшить тягу к сладкому, уменьшить объём порции, нормализовать углеводный жировой обмен и соответственно в комплексе все эти мероприятия вместе с лечебной физкультурой помогут вам снизить вес. Всё остальное то же самое. И программа Максимум в общем-то подход тот же, это более продвинутые комплексы для максимального результата. Соответственно, мы здесь видим Здравствуйте, да, мы здесь видим глюкобокс уже вместо хром липаза и напитка ВОИД-контрол. Вот, здесь мы видим X-куб и здесь мы видим детокс-программы. Вот, выбирайте то, что вам больше по душе, то, что больше подходит под ваши параметры организма. Вот, буду рада ответить на ваши вопросы, потому что, в общем-то, у меня всё. Так, друзья, вы можете либо написать по своим вопросам, либо выйти попробовать сказать. Пока вот только благодарят за полезную информацию. Спасибо, Ольга. Разрешите вопрос, Ольга, пожалуйста. Да. Смотрите, просто я как-то употреблял различные средства, да, но только другой компании раньше, и всегда в программу, в составную программу включали гиалуроновую кислоту, потому что гиалуронка, насколько я знаю, она не только способствует укреплению там кожи и так далее, она ещё является частью международной жидкости. Как вы это можете прокомментировать? Я считаю, что гиалуроновая кислота будет хороша в любой программе здесь для первичной и для вторичной профилактики, но почему не включила, потому что всё-таки гиалуроновая кислота в первую очередь эффект от её приёма мы заметим на коже, на слизистых, а вот в качестве коррекции суставных проблем максимальный результат всё-таки даёт внутрисуставное введение гиалуроновой кислоты. То есть инъекционные формы дают прям крутой результат, а вот приём добавок с гиалуроновой кислотой такого вау-эффекта не даёт. То есть это можно принимать курсами, здесь масса бонусов в виде и внешнего вида, и даже если есть проблема сухости глаз, она может скорректироваться на фоне приёма гиалуроновой кислоты. Но вот на суставах это будет вот прям дополнительно, дополнительно ко всему, что я сказала. Как-то так я это вижу. Понял, благодарю вас. Пожалуйста. Пишут, благодарю, очень всё классно. Так, вот вопросик поступил от Розы. Подскажите, пожалуйста, как разобраться в линейке кремов, на что делать акцент при рекомендации, хотя я совсем не разобралась в них. Роза, тут не очень понятно, у нас тема суставов, про какие крема идёт речь, если по ходу за лицом. Может быть, про бальзамы? Ну, я тоже подумала, ну, давайте тогда раскроем. Давайте раскроем. На моём личном опыте у каждого человека свой любимый бальзам. Вот, но чаще всего у Ян Нома нравится вот тем клиентам, кто у меня с остеоартрозом. Вот, кто-то из моих коллег очень восхищается живопостами, поэтому здесь надо пробовать. У всех очень хорошие составы, смысл у всех примерно один. Вот, здесь очень много зависит от субъективных ощущений, то есть вот эти вот ощущения тепла и холода, да, кому-то один бальзам более комфортный будет, кому-то другой. Вот, здесь именно вот такой подбор, индивидуальный подход, кому что нравится. Вот, а по составу все эти бальзамы будут очень хороши. Спортивный гель, про него говорила, ну, чаще действительно его в итоге берут и спортсмены, потому что при больших нагрузках, особенно у фитнес-тренеров, да, которые проводят по 5-6-7 тренировок за день, вот, и еще с утяжелителями, то, естественно, для них спортивные бальзамы будут более актуальны. Если человек активно спортом не занимается, то, наверное, спортивную линейку в первую очередь вы не порекомендуете. Ну, хотя, возможно, и подойдет. Вот, то есть все надо пробовать на личных ощущениях субъективных. Ольга, а вот еще один вопрос. Все, что предложено использовать в одной ладошке? Вы имеете в виду разносить ли в течение дня, утром, днем, вечером? Я так понимаю, что да, плюс еще сразу ли это все пить, возможно, не поняли. Ну, смотрите, по части времени суток, когда что принимать, здесь, ну, конечно, одновременно выпить это все, наверное, будет не очень удобно, особенно, если мы возьмем программу максимум, да, в которой вообще много получается и капсулы, и там, напитков, да, вот, поэтому здесь разносим, ну, где-то это зависит от вашего комфорта, ну, скажем, коллаген в первой половине дня, вот, метилсульфанилметан вместе с коллагеном, соответственно, синхровитал, там прописан прием и утром, и вечером капсула, чай в течение дня рекомендую, фитосорбент суставной, его удобнее, допустим, в какой-нибудь перекус добавить, там, в соки, например, размешать, вот, выпить, то есть это не будет у вас основным приемом пищи, но это будет перекус. Так, 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 много вопросов. Значит, а по части того, что пить все одновременно или нет, ну, вообще, если вы сможете пить все это одновременно, то это вам только в плюс. Вот, ну, опять же, может быть, это не идет речь о программе максимум, да, потому что на детоксе не все идут постоянно, особенно, если мы говорим, вот, допустим, о комплексе ренессанс треплсет, который есть на картинке, то есть истоки чистоты, многие пьют несколько месяцев подряд, есть такая практика, вот, а другие детокс-комплексы, если они вам разрешены, если нет ограничений, то, в общем-то, на постоянку не обязательно их пить, один раз пропили в полгода, да, и, в принципе, достаточно, вот, все, что касается глюкозамина и хондроитина, это синхровитал, непосредственно комплексы глюкозамина и хондроитина и 3D-флекс, кубет на постоянную основу, коллаген на постоянную основу, глюкобокс или, допустим, хромлипазу, да вам самой будет комфортнее на постоянную основу это пить, на самом деле, вот, то есть процесс коррекции рациона, он очень длительный, вот, и, соответственно, если вам нужна поддержка и нужны добавки для этого, конечно, они вам нужны постоянно, вот, для того, чтобы просто не сорваться, для того, чтобы получить результат хотя бы, который вам будет жалко потерять, и тогда вы уже можете попробовать отказаться от этого всего и посмотреть, как будет без дополнительных вот этих корректоров, вот, потому что, если вы похудели на 1 килограмм, то, ну, как бы, плюс 1, минус 1, да, как бы, ничего не понятно, вот, если вы похудели на 15 килограмм, тут уже, да, жалко, вот, поэтому, в принципе, все, что я порекомендовала, можно использовать постоянно, если, допустим, есть какая-то финансовая, да, проблема, что нет возможности все это сразу купить, то, допустим, коллаген минимум 3 месяца вы пьете, 3-4 месяца на постоянку, и потом в течение месяца он, в общем-то, вот, за счет вот этих процессов, деградации, разрушения, он снова теряется у нас в организме, потому что даже с возрастом синтез коллагена у нас падает вне заболевания, вне остеоартроза, вот, поэтому мы видим, да, процессы старения на коже, появление морщин, снижение эластичности, это же все тоже процессы потери коллагена и признаки сниженного его синтеза, вот, то есть, вот 3 месяца пьете, через месяц вы снова должны восстановить прием, чтобы не потерять этот эффект, вот, то есть, здесь на самом деле это все, вот все эти программы, это ваша дополнительная такая большая ложка, вот, которая дополняет ваш рацион, делает его более полноценным и таким, каким он действительно нужен для вас, вот в данной ситуации, если мы говорим действительно о вопросах, связанных с суставами, да, если у вас есть эта проблема, вы ее решаете, то вот эта ложка делает рацион таким, каким он должен быть для того, чтобы с суставами проблем не было. Ответила? Я думаю, да, у нас уже не так много времени остается, поэтому вопросов еще. Так, значит, последний вопрос, на который, так, 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 про ладошку, потом, чем эффективно лечить полиостеоартроз суставов и полиоартрит? Как бы, ну, я так понимаю, уже разбирали эту тему? Так, чем эффективно лечить? Ну, смотрите, если мы говорим о подборе фармацевтических препаратов, то я здесь даже не возьмусь отвечать на этот вопрос, потому что я ничего о вас не знаю, ну, вот, помимо, да, того, что у вас есть полиостеоартроз. Ну, вот здесь этот вопрос надо решать непосредственно с вашим лечащим врачом, который знает полностью ваш анамнез, индивидуальные препараты и прочее. Вот, то есть добавки, все, которые я написала, это пожалуйста, здесь никаких противопоказаний нет, потому что у них нет нежелательных явлений, ну, кроме индивидуальной переносимости, непереносимости, если у вас какие-то аллергии, да, вот, а вот по части именно фармпрепаратов это к доктору на месте. Так, следующий, коллаген, как долго можно пить? Ну, про коллаген уже сказала, можно пить его постоянно, но минимум 3-4 месяца и через месяц снова начинать, чтобы не потерять результат. Так, про следующий вопрос, в принципе, вы уже ответили, гонартроз также лечим, да, также лечим. С врачом и с добавками. Так, могут ли появляться боли в тазобетренном суставе от грыжи на позвоночнике? Ну, смотрите, да, бывают такие перекрестные симптомы, здесь нужен диагноз, здесь нужны снимки, вот, поэтому это все решается на месте у врача. Хондроитин с глюкозамином МСМ, в какое время? Лучше вместе, а время, вот, по поводу хондроитина и глюкозамина, вот, какое вам удобно? Если вы помните о том, что вам их нужно выпить только утром, пейте утром, если удобно вечером, пейте вечером. Лишь бы пили каждый день, самое-то главное. Так, метилсульфанилметан, фитосорбен суставной, как долго пить? Да, Метилсульфанилметан в обострение, хотя бы месяц, пьем в максимальной дозе три капсулы в день. Потом можно переходить на курсы, там, по одной, по две капсулы в день, до трех месяцев можно делать перерыв потом, без проблем. Ну, вот в обострении он особенно важен, потом, ну, и в принципе, вы на нем максимальный эффект увидите, когда у вас есть боли. Когда боли нет, здесь просто вы понимаете, что он помогает, дополнительно стимулирует восстановление вот этого матрикса, синтез собственного коллагена стимулирует, соответственно, повышает эффективность от приема коллагена в вашу же. Вот. так, от грыж и протрузии есть возможность уйти с продуктами Siberian Wellness. Но, к сожалению, убрать грыжу, если она уже есть, мы не можем обратно, даже с помощью фарм препаратов, не то, что уж биодобавки. То есть, если уже вылилось пульпозное ядро у нас оттуда, где оно было, и образовалась эта грыжа, ну, здесь уже главное работать над тем, чтобы не было ухудшений. В принципе, рекомендации примерно те же самые, единственное, только мы должны понимать, что там идет защемление нервных корешков, и поэтому защита нервной ткани, витамин группы В, альфа-липоевая кислота, опять же, да, ну, не стоит забывать. Вот. Лечебная физкультура. Без лечебной физкультуры максимальных результатов мы не получим. Сорвала связку. По части сорвала связку. Метилсульфанилметан, коллаген. Местно можно использовать уянумы, живокосты или спортивный гель, связку плечо. Ну, вот. Примерно так. Вроде все вопросы. Да, вопросы все. Спасибо большое, Ольга, что поделились своей экспертностью, что ответили на все вопросы. Как раз прошел уже час, осталось две минуты для того, чтобы успеть завершить, потому что у нас запланировано только на час. Так, остановить. спасибо. Спасибо.